Сон в лунную ночь Верить ли сна? Луна дает нам ключик к нашему подсознанию, помогает разобраться в тех наших качествах, которые скрыты даже от нас самих. А это нам просто необходимо. Ведь только узнав себя по-настоящему, можно жить полноценно и быть счастливым. Вы, наверное, обратили внимание, что у очень многих знаков зодиака есть схожие проблемы, неумение проявлять свои истинные чувства и даже неумение понять самих себя, какие мы на самом деле там, внутри, в скрытой подсознательной части нашего Я. Луна помогает нам разобраться в этом, «Лучше узнать себя» позволяет лунный гороскоп. Но Луна дает нам еще один очень важный ключик к нашему подсознанию. Это наши сны. Луна – ночное светило. Она управляет всем, что связано с ночью. Она управляет и ночной, и теневой, и лунной подсознательной стороной нашей психики. А ведь сны – это и есть нечто иное. Как сигналы, которые приходят к нам из подсознания. А все, что происходит в подсознании, вдохновляется и направляется Луной. Вот и получается, что именно Луна навевает нам наши сны. Но навевает она нам их не просто так, а чтобы помочь нам, помочь услышать голос своего подсознания, разобраться в себе истинным, найти правильные ответы на свои вопросы и правильное решение своих жизненных проблем. Помните о том, что сон – не случайность. Сон – голос нашего подсознания, которое иногда дает нам мудрые советы, а иногда просто кричит о помощи. Правильно понятый сон помогает нам решить наши проблемы, а значит преодолеть карму. Поэтому будьте повнимательнее к своим снам, и вы при помощи их сможете избежать очень многих сложностей и неприятностей в своей жизни. Сон извлекает наружу то, что скрыто в нас, то, что мы скрываем порой даже от самих себя. Вновь обратимся за помощью к Луне и попросим ее помочь нам. Расшифровать наши сновидения и извлечь из них максимум пользы. Итак, наши сны. Иногда смутные и незапоминающиеся, иногда яркие, четкие, в которых все как наяву. Бывают радостные и светлые, а порой тревожные и даже кошмарные. Как разобраться в них? Как понять, где в них правда, а где ничего, не значащее нагромождение непонятных образов? Как узнать, где серьезное предупреждение о возможных опасностях и неприятностях, а где пустая игра воображения, которую нужно просто выбросить из головы? Для этого, прежде всего, надо узнать, каким снам мы должны уделить особое внимание. Значимость сна очень зависит от того, в какой лунный день он нам приснился. Как вы уже знаете, лунный месяц отличается от общепринятого у нас солнечного месяца. Лунный месяц длится не 30-31 день, а примерно 29,5 земных суток. При этом лунные сутки длиннее солнечных. Они длятся в среднем около 25 часов. Но продолжительность лунных суток может быть всегда различной. Они, в отличие от солнечных суток, не являются строго зафиксированной величиной. Первые лунные сутки – период времени от новолуния до ближайшего восхода Луны. К примеру, могут длиться от нескольких минут до 20 с лишним часов. Лунный месяц – это период от одного новолуния до другого. Каждые лунные сутки начинаются с восходом Луны и заканчиваются следующим восходом, когда им на смену приходят следующие лунные сутки. Время восхода Луны всегда разное. И потому, чтобы узнать, когда начинаются очередные лунные сутки, необходимо сверяться по отрывному календарю, где все эти данные, как правило, указываются. Предпочтение лучше отдавать календарям, где указывается и номер лунных суток, чтобы не высчитывать их самостоятельно. И тогда вы всегда сможете определить, в какие именно лунные сутки вам приснился тот или иной сон. А определив это, сможете понять, насколько важен этот сон и стоит ли ему доверять. Так, разберемся, когда нам снятся самые значимые сны. Обратите особое внимание на сны, приснившиеся в седьмые и восьмые лунные сутки, в двенадцатые лунные сутки, в пятнадцатые, в двадцать седьмые, в двадцать восьмые и в тридцатые лунные сутки. Именно в это время чаще всего снятся сны вещи, пророческие, либо несущие какую-то важную информацию. Получить во сне предупреждение об опасности и возможных проблемах можно в третий, в четвертый и в пятый лунные сутки, в тринадцатые, семнадцатые, двадцать вторые, а в шестнадцатые и восемнадцатые лунные сутки можно увидеть так называемый исцеляющий сон, приносящий избавление от недуга. Особое значение надо придавать снам, которые очень хорошо запоминаются, и в которых все ярко и отчетливо, как наяву. Если к тому же этот сон приснился вам ближе к утру, перед рассветом, знайте, это очень важный, значимый сон. Не пытайтесь отмахнуться от него, лучше попробуйте понять, какую информацию он вам несет. Иногда эта информация может быть обличена в символическую, образную форму. Иногда она может быть передана абсолютно напрямую, без зашифровки, что, впрочем, бывает редко. А потому, чтобы научиться понимать сны, надо научиться проникать в их символику. Символика эта, у каждого человека может быть своя, а потому лучший советчик здесь для вас не сонник, не гадалка, а только ваша собственная интуиция. Надо хоть раз попробовать начать расшифровывать свои сны, пытаться постичь их язык и скрытый смыслом. И вы увидите, как очень скоро этот язык станет вам доступен и ясен. Без труда научитесь его понимать. Однажды в четвертые лунные сутки мне приснился тревожный неприятный сон. Но прежде предыстория. У меня была знакомая, которая всячески хотела войти в мой дом на правах ближайшей подруги. И весьма назойливо пыталась навязать мне свое общество. Меня же что-то неуловимое отталкивало от этой женщины. Я не могла понять, что именно. Если рассуждать логически, то никаких оснований не доверять ей вроде бы и не было. И относилась она ко мне неплохо. Но вот интуиция почему-то подсказывала, что надо держаться от нее подальше. Долгое время я игнорировала этот голос интуиции. И мне было даже несколько совестно. В самом деле, почему мне хочется оттолкнуть от себя такую милую, интересную и, кажется, вполне искренне расположенную ко мне женщину. И я заглушаю голос интуиции и впрямь сближала с ней все больше и больше. И вот этот сон снится мне, что идем мы с этой моей знакомой по краю какой-то пропасти над обрывом. Она крепко держит меня за руку. И вдруг она резко толкает меня прямо к пропасти. Я каким-то чудом удержалась на самом краю. Затем резко отскакиваю в сторону подальше от обрыва и вижу, что пропасть летит уже она, а я сижу на земле, изо всех сил вцепившись в траву, в какие-то корни, в землю, только бы не последовать за ней. Проснулась я в ужасе, как говорят, в холодном поту. Сон четвертой лунной сутки часто несет предупреждение об опасности. Голос интуиции, который я так упорно заглушала, все же вырвался наружу в моем сне, чтобы предупредить меня уже более откровенно. Я прервала всяческие отношения с этой женщиной, хотя еще сама не совсем понимала, почему. Почему необходимо это сделать? Но, как и выяснилось вскоре, я правильно это сделала, приняв такое решение. Моя милая и добрая знакомая налево и направо распускала обо мне самые гнусные сплетни и злословила в мой адрес и в адрес моей семьи на каждом углу. Узнала я и о том, что хотела она ни больше, ни меньше, как разрушить мою семью. К счастью, мне удалось узнать об этом гораздо раньше, чем она успела причинить мне массу неприятностей. Сейчас, насколько я знаю, от нее отвернулись очень многие из тех, кто ей доверял. И судьба ее, в общем-то, незавидна. Вот как важно вовремя понять и расшифровать сон, несущий вам какую-то значимую информацию. А для этого очень важно для нас узнать, какие же собственно сны бывают. Какие бывают сны? Сны о прошлых жизнях. Такие сны снятся нам достаточно редко, но они всегда очень значимы. Если нам приснился сон о прошлой жизни, это значит, нам от прошлого воплощения досталась какая-то очень серьезная проблема. И ее нужно решить. Эту проблему. Отличительная особенность такого сна мы видим там, незнакомые нам по нынешней нашей жизни места, людей или события, но у нас возникает совершенно четкое ощущение, что все это мы уже видели, что все это уже было с нами. В этом случае надо очень хорошо проанализировать, что нам хотел сказать этот сон, пытаться понять, какой вывод мы должны из него сделать. Если мы видим во сне себя в образе какого-то другого человека из прошлой эпохи, из другой страны, и видим какое-то нежелательное, неправильное поведение этого другого себя, себя из прошлого, надо проснувшись обязательно пересмотреть всю ситуацию, попросить мысленно прощение у всех тех, кому вы причинили вред своим поведением, или даже у самого себя, если бы вред был причинен себе, а потом в своем воображении проиграть заново всю ситуацию уже в более благоприятном варианте. Очень важно при этом простить самого себя. Известен случай, когда молодой человек, у которого были больные ноги, увидел сон, в котором он в далеком прошлом во время каких-то военных действий предал своих друзей. Они попали в плен и оказались заложниками. Их жизнь зависела от того, придет он, чтобы спасти их, или бросит их в беде. Он, увы, позорно бежал, спасая свою жизнь и тем самым обрекая друзей насмерть. В прошлой жизни ноги выручили его, помогая спастись бегством. В нынешней жизни ноги напоминали ему об этом. Предательстве, отказавшись ходить. Подсознание помнило ту ситуацию и как бы наказывало молодого человека тяжелой болезнью ног. Когда ему приснился этот сон, ему все стало ясно о причине его болезни. Он мысленно покаялся, попросил прощения у тех, кто он, кого он предал, и после некоторых усилий смог простить и себя. Затем он переиграл всю ситуацию в своем воображении и во всех подробностях представил себе, как он пришел, чтобы спасти своих друзей, как ему это удалось, и они убежали из плена все вместе. После этого ноги начали постепенно выздоравливать. Это типичный пример отработки кармы благодаря сну. Пророческие сны Пророческие сны это сны, в которых мы можем узнать о будущих событиях, ожидающих нас или других людей, наших близких и знакомых. Есть случаи, когда такие сны спасают человеку жизнь. Если мы живем в ладу со своим подсознанием, если привыкаем быть внимательнее к нему, то оно никогда не позволит нам попасть в беду, если этой беды можно было избежать. Оно всегда предупредит заранее о грозящей нам опасности. Очень хорошо известны в истории пророческие сны, сыгравшие большую роль в жизни разных видных исторических деятелей. Известно, например, что римскому императору Константину перед сражением, после которого он, собственно, и стал императором, приснился крест символ христианства и чей-то голос сказал «Ты должен победить». Он сделал крест своей эмблемой, выиграл сражение и не только стал императором Рима, но и перешел в христианство. Но сны не всегда нужно понимать буквально. Во-первых, нужно помнить, что не всем снам нужно верить, а только тем, что приснились в определенные лунные дни. Напомню, что настоящие пророческие или как их называют вещи и сны чаще всего могут присниться седьмого, восьмого, двенадцатый, пятнадцатый, двадцать седьмые, двадцать восьмые и тридцатые лунные сутки. Но это вовсе не значит, что любой из снов, приснившихся в эти дни, обязательно будет пророческим. Он может быть таким, а может и не быть. И во-вторых, надо помнить, что сны очень часто передают нам информацию в символическом, зашифрованном виде. То есть, если вам приснилась война, это вовсе не обязательно должно означать, что в самом деле начнется война. Это может быть, к примеру, сигналом о предстоящем конфликте дома или на работе. Если вам снится рушащийся дом, это вовсе не значит, что ваш дом обязательно рухнет. Это может символизировать разрушение чего-то старого и отжившего в вашей жизни. Например, крушение отношений с кем-то из близких людей или крах вашего бизнеса дела. В общем, не истолковывайте сны слишком буквально. Дайте волю своему воображению и вы очень скоро научитесь понимать истинный смысл ваших снов. Предупреждающие сны. Пример такого предупреждающего сна я уже привела, рассказала о моей знакомой, которая во сне подталкивала меня к пропасти. Такого рода сны мы можем видеть гораздо чаще, чем сны вещей и пророческие. Отличие предупреждающего сна от вещего в том, что вещий сон говорит нам о предстоящем событии, которое изменить мы не в силах. Оно произойдет в любом случае, и сон лишь готовит нас к этому заранее. чтобы предстоящее событие не застало нас неподготовленными врасплох, и чтобы мы смогли его как-то обойти, не будучи в силах отменить само событие. Предупреждающий сон, как правило, предупреждает нас о том, что нам грозят некоторые неприятные события, но мы можем их предотвратить. это сны, в которых наше подсознание заботится о нашем благополучии и пытается сделать все, чтобы мы избежали неприятностей и катастроф. Предупреждения тоже могут приходить в виде символов. А нечасто сны такого рода предупреждают нас о предстоящей возможной болезни, например, мужчине-сердечнику. Однажды приснился сон, что он не может спастись из горящего дома и его ухватывает жар и удушье. Обращение к врачу на следующий день позволило остановить развивающееся состояние. Особенно надо обращать внимание на сны, в которых появляется нечто вам неприятное. К примеру, какие-то животные, вызывающие у вас неприязнь, или другие отталкивающие образы и картины. Это часто свидетельствует о предупреждающем характере сна. Если вы научились жить в мире с вашим подсознанием, оно будет предупреждать вас даже в малейших неприятностях. Например, моей подруге, которая не любит кошек, однажды приснился сон, в котором целая армия котов с хищными мордами, рядами и колоннами направлялась в дерево, на котором сидел какой-то маленький, симпатичный и абсолютно беззащитный пушистый зверек. Кажется, это была белочка. Выражение кошачьих морд явно не сулило зверьку ничего хорошего. Подруга морально подготовилась отражать такую атаку. И что же произошло? Именно в этот день, в ночь, на которой приснился сон, мою подругу на работе вызвали на ковер к начальству, где целая армия начальников буквально пыталась ее съесть, но она была готова к чему-либо подобному благодаря предупреждению, полученному во сне. Ей удалось отстоять себя и ее не съели. Исцеляющие сны Такие сны снятся довольно-таки редко. Они свидетельствуют об особом расположении к нам высших сил. Чаще всего в таком сне к нам приходят некоторые существа, которые либо действительно лечат нас, либо, к примеру, переодевают нас в какую-либо новую одежду или производят какие-то еще изменения в нашей внешности. Все это может символизировать излечение. Известен случай, когда серьезно больной женщине приснился сон, в котором какие-то мужчины в белых одеяниях сняли с нее старую грязную куртку, а вместо нее надели новое светлое нарядное пальто. Каким-то образом во сне она почувствовала, что эти мужчины пришли, чтобы вылечить ее. И действительно, очень скоро после этого сна она пошла на поправку. Однажды у меня болело ухо, и во сне я увидела, как мне его лечат с помощью прогревания и закапывания каких-то капель. Утром боль прошла. Похожая ситуация бывает и с головной болью. Иногда снится сон, что вас кто-то гладит по голове успокаивающими легкими прикосновениями. И вас от этих приятных прикосновений вливается тепло, покой, сила. На утро после такого сна головная боль проходит без следа и обычно в течение долгого времени не возвращается. После такого рода снов не забывайте поблагодарить высшие силы за помощь и поддержку. Кошмарные сны. Самый, пожалуй, нежелательный и неприятный вид снов, но и такой сон может принести немало пользы, если вы правильно к нему отнесетесь. Ведь прожив кошмар во сне, мы благодаря этому очень часто можем избежать его наяву. Чаще всего в кошмарном сне мы чего-то боимся, нам угрожает что-то пугающее и всегда непонятное. Мы пытаемся убежать, но бежать не можем, пытаемся кричать, но не можем крикнуть, потому что голос куда-то исчезает. Просыпаемся мы в поту и вознобе, тяжело дыша и сильно бьющимся сердцем. Кошмарный сон говорит нам о том, что у нас есть какие-то страхи и тревоги, от которых нужно избавляться, что у нас есть серьезные проблемы, но раз уж сон намекает нам на это, значит пришло время эти проблемы решить, и сил у нас для этого уже достаточно. Например, одному молодому человеку дважды приснился кошмарный сон, в котором жуткий гигантский спрут обвивал его своими щупальцами и пытался присосаться к его телу. Свидетельствовало это только о том, что окружающие его люди буквально высасывали из него энергию, как настоящие энергетические вампиры. А все потому, что он сам позволял это делать, шел на поводу окружающих, приносил ради них в жертву свои личные интересы, делал не то, что хотелось ему самому, а то, что от него ждали. Он пересмотрел свое поведение, начал учиться большему самоуважению и отстаиванию собственных прав и интересов, и кошмар его больше не мучил. если вам приснился кошмарный сон, конечно, самое естественное желание, которое может у вас возникнуть, это забыть его поскорее. Но вот этого делать как раз и не следует. Стараясь забыть сон, вы только заталкиваете ваши проблемы подальше, в подсознании, а значит, они будут продолжать мучить вас все сильнее. Лучше попытайтесь проанализировать свой кошмар. Вспомните всех тех жутких чудовищ, которые вам снились и мысленно спросите у них, кто они такие, какие ваши проблемы символизируют и чему хотят вас научить. Таким образом, вы лишите ваш страх всякой власти над вами. Ведь страх пугает лишь того, кто его боится. Когда мы перестаем бояться, а вместо этого вступаем со страхом в диалог, страх просто уходит. Впрочем, кошмарные сны тоже бывают разными. И не всегда надо им верить. Например, кошмарные сны, снящиеся на девятые лунные сутки, так называемый сатанинский день, часто бывают пустыми. Это просто провокация темных сил, на которую не надо поддаваться, и тогда поутру все развеется само собой. А вот страшным снам, сприснившись в третий и в 25 лунные сутки, надо увеличить побольше внимания. Если в этих снах вам придется с кем-то бороться и от кого-то спасаться, очень хорошо. Если вам удастся выйти из этой схватки победителем прямо во сне, если во сне вам этого сделать не удастся, если вы спасуете и проиграете сражение, не беда. Проснувшись, переиграете в своем воображении ваш сон заново, так, чтобы вы в нем закончилось для вас наилучшим образом, чтобы вы победили всех недругов и все свои страхи. Повторяющиеся сны это сны, которые требуют от нас особого внимания. Повторяющиеся сны это, как правило, крик о помощи, с которым наше подсознание обращается к нам. Повторяющиеся сны пытаются привлечь ваше внимание к вашему собственному внутреннему голосу, который настоятельно просит вас заняться наконец-то решением каких-то назревших проблем вашей жизни. Моей подруге долгое время постоянно снился один и тот же сон, как будто она оказывается на берегу моря и очень хочет войти в воду и скупаться. Но что-то мешает ей это сделать. Она смотрит на купающихся людей, завидует им, но почему-то не может последовать их пример. А если она даже входит в воду, то с удивлением видит, что море высохло и никакой воды вовсе там нет. Несколько раз ей приснилось, что она пытается плыть, а вместо этого барахтается на какой-то сухой пластиковой поверхности, которая только издалек казалась водой. Эти сны буквально измучили ее. Они снились ей очень часто, и каждый раз она просыпалась совершенно обессиленно. Вода символизирует все, что связано с духовным началом, с таинственным и непознанным миром, который существует и в нас, и рядом с нами, наряду с видимым, физическим, материальным миром. Выяснилось, что у моей подруги недюжинные способности к целительству, а она всячески сопротивлялась тому, чтобы этот дар у нее проявился. В ее жизни преобладали материальные интересы, и она просто отвергала все, что связано с духовным, с непознанным и таинственным. Отвергала это даже в себе самой. Когда она решила все-таки, что больше не будет сопротивляться своему дару, что повернется навстречу самой себе и начнет выполнять предназначения, с которым ее душа пришла в мир, ей приснился сон, что она с удовольствием плещется в чистейшей прозрачной голубой морской воде. Она проснулась с ощущением счастья, она открылась навстречу самой себе, перестала бояться своей истинной сущности, и неприятные повторяющиеся сны ушли из ее жизни навсегда. Мне на протяжении многих лет после окончания школы снился один и тот же сон, как будто меня вызывают к доске, а я не знаю урок. Я вновь и вновь с удивлением обнаруживала, что хоть я и стала взрослой, во мне по-прежнему живет детский страх, наказание за невыученный урок. Школа осталась позади, теперь уроки преподносит сама жизнь, а страх остался прежним. Пришлось серьезно подумать на эту тему, проанализировать, чего же я боюсь, почему так страшусь новых двоек, может быть не даю себе права на ошибку, которая есть у каждого человека, когда я сама перестала относиться к себе слишком строго, снизила планку требований и к себе и к другим и прекратила чрезмерно стремиться к совершенству, эти сны прекратились. Теперь, когда мы познакомились с основными категориями снов, хорошо поузнать, что же надо изменить в своей привычной жизни, чтобы наилучшим образом научиться понимать, запоминать свои сны и использовать их в своей повседневной жизни. сны поузнать, и Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Добро пожаловать в Казахстан! Добро пожаловать в Казахстан! Добро пожаловать в Казахстан! Добро пожаловать в Казахстан!